Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Стремительно летит время, и вот уже 1 февраля сегодня. Даты посевов прям приближаются с такой, с неумолимой скоростью. И, конечно, начинается вот этот вот, просыпаются огородники, начинается масса вопросов от начинающих, ну и не только от начинающих. И самый часто задаваемый вопрос, на который я отвечаю каждый год, это лунный календарь. Вот лунный календарь огородника, или как лунный посевной календарь, стоит ли его соблюдать, придерживаться? И сею ли я в соответствии с лунным календарем? Отвечала каждый год, отвечу еще раз, что лунный календарь, вот весь, все пункты лунного календаря посевного, я, конечно, не соблюдаю, никогда не соблюдала, у меня единственное правило, не сею в дни полнолуния и новолуния. Как бы вам сказать? Ну, я сейчас скажу, с чем это связано. Мы же всегда опираемся на какой-то на свой опыт прошлых лет. Так вот, я хочу сказать, что когда я начинала свое огородничество, более 40 лет назад, никаких лунных календарей у нас не было. Я не была приучена. Был советский период, сеяли тогда, когда на заводе выходной у нас, тогда и сеяли, вот совмещали с выходными, все. А откуда вот этот вот отказ от посева в полнолуния и новолуния? Я сама не могу этого объяснить, но вот это какая-то... У нас же испокон веков люди всегда, русские люди, почему-то боялись вот этого периода новолуния и полнолуния. Конечно, связано это не с появлением вампиров, а вообще вот это вот какие-то магические все вот такие таинственные ситуации. Ну, короче, не знаю, наверное, я такая древняя, суеверная, что все-таки я в полнолуния и в новолуния не сею, боюсь этих дат. Но стараюсь перешагнуть их. Нет нужды сеять в полнолуния, когда есть много других прекрасных дней. Вот все, ответ на этот вопрос такой короткий, что я не придерживаюсь, придерживаюсь конкретно только полнолуния и новолуния исключаю, а в остальные дни я работаю. По знакам зодиака тоже я не высчитываю, не подсчитываю, потому что когда нужно сеять много, когда посевы массовые, обычно там дают три благоприятных дня. В эти дни не вписываешься и приходится сеять каждый день. Но вот о благоприятных днях сейчас следующий будет ответ на вопрос. Там немного поговорим поподробнее. Потому что все-таки многие люди хотят не просто исключить день полнолуния из своего графика повсевного, а хотят вписаться именно в те дни, которые считаются наиболее благоприятными, по совету наших астрологов. Все, до свидания.